Наши люди всюду Наши люди Так было, так едь, так было Время написания альбома Наши люди всюду Мы привлекли их в сотрудничество Нашего друга из Белоруссии Кирилла Матюшенко Для того, чтобы он стал саунд-продюсером альбома И, конечно же, львиную часть электроники и саунда Придумывал Кирилл Коля, видимо, ревнует И мне кажется, что тут ревновать не стоит Тут, наоборот, стоит Своими какими-то действиями Направленными сделать так, чтобы Мы больше никому из саунд-продюсеров Не обращались Для того, чтобы Коля максимально реализовывал себя в этой группе Алян, этот человек был в качестве саунд-продюсера Который рулил полностью весь альбом Полностью весь альбом Он не будет вести себя на поводу И делать то, что ты, б***ь, принес И ты считаешь пиздецем Не будет он это делать Мне кажется, что Коля специально такой тролли Специально, мне кажется Смотри, я тебе просто так скажу У нас, да, нет идеальных музыкантов в группе Никто не идеальный Не я там, типа, вот, ну так далее Но люди хотя бы стараются каким-то образом Там, типа, соответствовать, развиваться Хочешь соответствовать, ну, типа, давай делай Мне показалось или Жене наплевать на чужое мнение На мнение участников группы Наверное, показалось, да? Или не показалось? Смотри, я, б***ь, выключу Я, ну, ты, наоборот, на таком вот Я с ним никакого, ну, с ним, б***ь, короче Я сейчас не хочу развивать всю тему, тем более Чувак, у него опыта, б***ь, просто гора, б***ь, 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 б***ь А ты спишешь, сидишь, песни, короче, что ли, а разговываешь, что ли, или что-то? Ты все понял А как бы свой выбор сделали? Поговорили В пользу Кирилла выбор сделали, пацаны Все за*** Чувак, у тебя, то есть, мне, ты понимаешь, что тебе лечиться надо Ты понимаешь, что тебе надо на другую, реально, пролечиться Конфликт не имеет никакого основания То есть, это просто ревность со стороны полярника Я надеюсь, она пройдет очень быстро И он включится в работу и продолжит работать на нужном уровне Наши люди всю Ребята, я в Черновцах Черновцы, друзья, это город Брусчатка Здесь столько брусчатки, что если всю выковырить, то можно построить еще одни Черновцы Спрашивайте Спрашивайте Допомогу, бедно, помогли, хоть пару Конечно Скажите, сколько денег вам нужно для полного счастья? Мне нужна медичная допомога Конкретику, давайте, сколько денег? Мне и туда, в больницу нечем Ясно, денег сколько надо? Обожаю такие истории Подошел человек, просит денег У меня в кармане лежит 30 тысяч гривен Если он сейчас попросит все, что у меня есть, я ему отдам Если он попросит меньше, я дам ему меньше Если он попросит одну копейку, я дам ему одну копейку Посмотрим, кто перед нами, Балаганов или Бендер Знаем, сколько врачей я уже сдавал Денег сколько надо вам, скажите? Сдавался, чтобы эти деньги пошли Вы можете сказать, сколько вам нужно денег? Пошли эти деньги в толк, вот в чем дело, понимаете? Денег сколько нужно? Денег никогда не бывает мало От жадности не можете сказать, сколько денег надо? Дело в том, что решить надо проблему Сколько вы хотите, чтобы я вам дал денег сейчас? Так, чтобы они не обманули. Они же могут написать не на 500 гривен, не на 200 гривен. Вам сколько денег сейчас надо? Приблизительно, я прикинул, получается где-то около 500 гривен. 500 гривен вам надо? Так попросите 500 гривен. Что вы маете? Я не знаю, что происходит с Увой, когда включаются камеры. Петров отличный парень на самом деле, отличный человек. И я с ним сталкиваюсь только с позитивных сторон в последнее время. Но как только включается камера, он пытается почему-то играть в Господа Бога. И вот эта вот ситуация с нищим, который носил у него деньги. Если он мог дать денег, мне нужно было просто дать денег. Зачем этим хвастаться, зачем унижать человека, зачем так себя вести? Мне это непонятно. Денег сколько надо? 500 гривен. 500 гривен. Все, так по-русски же тебя спросили, сколько тебе денег надо? Сейчас, пацаны. На 500 гривен. Иди с Бога. Хороший день, правда. Вы, наверное, думаете, что я очень хороший и помог человеку. Все не так. Наоборот. Представьте, что буквально через полчаса до него дойдет, что можно было попросить больше и получить больше. Буквально через полчаса до него дойдет, что он мог получить столько денег, сколько он будет просить еще целый месяц. И вот когда до него это дойдет, ему станет очень плохо. Поэтому я совсем не хороший, я большой мерзавец в этой ситуации. Черновцы и университет, который там находится, это такая сказка. Сказка про Гарри Поттера. Я, правда, если честно, ни одной части не смотрел, но плюс-минус представляю, как это могло выглядеть. Единственное, что у нас нет людей, которые летают на метлах. Есть только Вова. И вот если Вове распустить волосы и посадить его на метлу, он бы отлично смотрелся в интерьере этого университета. Я приехал со своей бандой в Чернівці для того, чтобы заграти концерт сегодня в рамках тура «Наши люди всюди». Кто будет на концерт? А, окей, те сами люди. Супер. Внешне он похож чем-то на замок Гарри Поттера, еле-еле. Но когда вовнутрь попадаешь, такое ощущение, что ты попал в мрачный монастырь, и сейчас тебя будут либо лечить от чумы, либо изгонять из тебя бесов, а может быть, просто сожгут где-нибудь во внутреннем дворе. Когда я увидел Петрова с цветами, я подумал, что он совсем сошел с ума и несет эти цветы мне. И, если честно, немножко испугался. Скажу честно, хорошего от Петрова, в принципе, в этом туре никто не ждал. Ну, я тем более. У меня были с ним самые жесткие терки, потому что у меня на каждый город был тайминг с точностью до минуты. И когда Петров начал коней мочить и выдумывать свои какие-то продюсерские штучки, я очень сильно с ним сралась. Поэтому, ну, вот эти цветы, они были, мягко говоря, непонятно почему. А сколько часов на дно вы приблизительно спите? Сегодня я спал три. А вы не спали? Двое утро. А помнишь день, когда ты посыпался? Завтра это будет день. Я завтра буду спать, но у меня есть огромная проблема. Мы сьогодні могли спать до 10-го ранка, но в 8-м я уже... И все. Я пытаюсь себя заставлять спать, но не входит. Спасибо вам за сегодняшнюю встречу. Побачимся в вечере. Наши люди все... А шо это такое? Ничего. Что, в смысле? В смысле. Ну, шо ты, блядь, как барана на меня стоишь? Шо это такое? Супер. Ну, я понимаю, что это все. Я подарил еще там. Я вообще не понимаю, почему я должен объяснять. Кому и для чего я подарил цветы? Даша – девушка. Я – парень. У меня были деньги, я на эти деньги купил цветы, подарил Даше. В чем вообще проблема? Стоим говорим. А ты чего завелся? Нет, в смысле? Я тебе говорил, что мне это не нравится. Нам отношения вообще к Туре не нужны. У нас вообще никаких отношений. Мы просто стоим говорим. Чего? Я не первый раз-то замечаю эту историю. Я замечаю, что ты ухаживаешь за операторами. Я ни за кем не уваживаю. Не за нашим. И я не мраждый. Мы договорились, что он... У нас не будет с собой девушек, жен, потому что атмосфера коллектива является только нашей. То есть все, что происходит в Туре, остается в Туре. Мы варимся в своем собственном соку, и нам никто из вне не нужен. Как только появляется какая-то девушка, какие-то отношения, или кто-то просто начинает симпатизировать кого-то из персонала, это сразу разрушает атмосферу. Поэтому никаких отношений в Туре. Это правило. Вообще не понимаю, про какие правила идет речь. В смысле отношения в Туре, отношения не в Туре. У нас, например, деловые отношения днем и неделовые отношения с Женей вечером. Да, мы можем выпить и поболтать, то есть не разговаривая о работе. Ночь – это тур или не тур? Вечер – это тур или не тур? День – это тур или не тур? Давайте как-то по времени распределим и уже будем определяться, где в Туре, а где не в Туре. Вова придумал, что он альфа-самец, подарил цветы Даше и пытается ее клеить. Ну, а Даша наивная такая прям ведется на это все. Мне это совсем не нравится. Почему он нарушает наши правила? Кем бы он ни был, продюсером, Господом Богом или просто рядовым музыкантом, если правила существуют, то они одни для всех. Мне кажется, Галич зря встрепенулся. В принципе, если хоть кто-то в коллективе найдет нормальный общий язык с Петровым, будет проще, меньше будет дискомфорта и сбоев в работе. Наши люди все... Скажи, пожалуйста, что у нас со свет? Спрашивают до півгодины, но невідомо. Дві бригады працювили, ремонтники. Ну, в принципе, у нас сам чек, мы уже опаздываем. Ну, чек, а то мать без чека, то не будем. Ну, окей. Не вижу ничего страшного. Свет в любом случае появится раньше или позже, и люди все равно дождутся концерт. Но всем остальным об этом знать необязательно. Пускай посуетятся. Мне вообще интересны Женины предложения. Например, предложит он или не предложит вариант с акустикой. Может быть, он один будет играть. Ну, там, с Никитой. Может быть, Саша будет стучать палочками по полу или по ведрам. Всякая, может быть. Мне интересно, на что хватит у ребят фантазии. Натракивайтесь ни до чего вообще. Сцена бьется током. На следующий случай. Ну, потому что, б***ь. Уже решили вопрос. Ну, на всякий случай будьте осталось. Да? Да. Сильно бьется? Да. Сильно. Ну, Пашей спросил. Так получилось, что не было достаточно хорошего заземления, и сцена билась током. Причем билась очень неприятно. Я знаю несколько случаев, когда от этого серьезно страдали люди. Это произошло несколько раз подряд. Мы сомневались, выходить на сцену или нет. Потому что это действительно очень опасно. Был такой старый индийский фильм, который назывался «Танцор диска». Там маму главного героя убивают током через электрогитару. Женя, ты не мама главного героя. Ты не женщина. Ты даже не индус. Иди, играй, не бойся. С тобой ничего не случится. Наши люди все... Костян с дымком, да? Не знаю, меня морозит сильно, трусят сильно. Я приехал после автограф-сессии и лег поспать на несколько часов. И когда проснулся, у меня была температура 39,4. Я себя очень плохо чувствовал, боялся, что потеряю сознание. И были очень сильные боли в области живота, в области поджелудочной железы. Я уже выпил два литра чая, специально полоскал, 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 полоскал. Исти черный чай, да? Черный чай, да? Черный чай, да? Я... Есть танцор, есть еще парашки? Я сейчас... Я сейчас потом прошу, когда там... Да? Да. Я раз выпила, вообще все прошло. Все себя всегда плохо чувствуют. Все устают, все немножко болеют. Нужно брать себя в руки и идти играть. Ну, не хочешь играть, скажи, пускай Никита вместо тебя выйдет. Выйдет вместо тебя Никита, отыграет свой последний концерт, «Лебединую песню» в роли солиста группы «Оторвальд» и спокойно себе уходит, как и обещал раньше. Ничего, зато один чувак в Америке, короче, на концерте, на рок-концерте прыгал на своем вокалисте. Сломал обе ноги, но закончил петь. А тебе всего лишь колбасит. Например, «Син» из «Слепнота». Ну, для ноги, да, наверное? Ну, две недели назад такое стоило. Нет, это было пару лет назад. Так, а где автобаки? когда теряется узнание на концерте, будет охуенно. Слушай, с ума сошла. Есть, ну, конечно, для тебя, да? Я мечтаю уехать в номер. Я гоню. Вообще, что, бешусь, веселюсь. А через сколько мы выходим? Я мечтаю попасть вон. 21.07 сейчас. Так, а в смысле, когда мы... Я уже готов. Ну, давайте, чем раньше. Блин, надо собраться. Чувак. АПЛОДИСМЕНТЫ Ему-то правила не писаны, конечно. И правила Галича он не знает, да? Так как он не в коллективе и так далее. Ну, было забавно. Мне было интересно, что будет дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ОБРОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А чего нет? Сильно? А не, не сильно. Не сильно? Ну, сейчас тогда покой. То есть покой. Сразу спать, конечно. Надо дышаться. Да, пошли. Выдал какие-то лекарства, я уже, если честно, не помню какие, но меня не отпускало, то есть мне становилось только хуже и хуже. Мы сыграли сокращенную программу, потому что мне было действительно плохо, и меня сразу оттуда забрали в больницу. У меня действительно не было никаких планов на Дашу, я просто купил и подарил цветы. Но она, видимо, себе что-то там надумала, и, естественно, когда приходит от девушки такое сообщение, я сама, то не прийти, это оскорбить ее. Поэтому я шел не для того, чтобы что-то произошло, а просто для того, чтобы показать ей, что я обратил на нее внимание, чтобы она не обиделась. О, вот, быстро. Я с закуской. Из буфана шел кашка. Вот это. Я вообще ждал эту смс-ку еще неделю. Ну, в туре вообще-то никто не видит. Так никто не узнает. Ты же, Жень, не пойдешь до глаза, что скажешь? Нет, нет. Мы же все в зале не пойдем. И сколько, две недели ездить? Ни сил, ни здоровья, ни хватит. Что, где вам мы садим? Что ты будешь? Что, классно? Ты мама звонит? Да. Или Витя, или Ром, что ты будешь? Жень, ну мы уже пошли спать все. Да, да, спокойной ночи. В одиннадцать выезжаем. Ага. Да. Да, да, да. Чувствуй. Да, 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 да. Спокойной ночи. Блин, я уже чувствую. Ладно, ну так давай ко мне. Давай. Никто не палится. Никто не палится. Ты ничего не говоришь. Я ничего не рассказываю. Ты уже взрослый. Ну, а у меня есть еще один сюрприз для тебя. Сюрприз. 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 Вот такое. Что я нравила? Это свои миньи-ни, понимаешь? Я не вставила. И оно нерушимо. Шалончик не спалился? Нет. Не спалился. Мы разжем. Ну, вот, мне кажется, одного раза хватило, чтобы это запомнилось надолго до конца тура. Эти пополнения прекратились. Мне вообще вся эта ситуация с этими детками с самого начала напоминала пионерский лагерь. И вот сейчас это лишний раз подтвердило. Все закончится тем, что они будут друг друга зубной пастой по ночам мазать. Слушай, ты все делаешь правильно. Мне очень нравится. Только надо сделать по-другому. Я хочу развести Вову очень сильно. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Ты молодец, все класс. Тираешься в двери, все здорово. Смотри, ночью сегодня. Ну, короче, мы... Не, не, не готова. Ну, послушай, 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 надо сегодня собраться вечером, после автопаде. Он пойдет спать по-любому. Он старый уже, он сейчас набухается и придет спать. Мы, короче, собираемся в номере. Типа, садимся, и ты ему пишешь, чувак, типа, там номер такой-то, приходи. Он, короче, придет, и тут мы... Ба-бах! Я хочу поставить эксперимент. Чтобы ты понял, что все эти люди, которые сегодня пришли, они пишут не на тебя, а потому что им скучно. Для того, чтобы быть в коллектив, нам приходилось иногда побухивать. Настя, ты не едешь снимать на лайф. Моя школа. Пойди, Роман, бейся к тебя. А я не шучу, кстати. А, нахер мне надо. Она будет в Николаеве резаться вместо того, чтобы снимать. Эта группа опять эта песня, опять концерт. Прикольно, когда ты не был на сцене еще. Я не буду хититься. Я не буду хититься. Ты даже не видел это видео. Скажи, что ты, если бы здесь тут не стоял. Просто запомни, ты эпизодическая роль. Здесь есть две главных роли. Он и Никита. Ты эпизодическая роль. Спасибо большое. Вот это уровень. Десяточка.